ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже фотографам за ней не угнаться. Лайма уже летит в гримёрку, где заждался её маэстро. И слышна та самая музыка. Эта звёздная суета снаружи словно не касается Раймонда Пауса. Он снова играет «Ещё не вечер», как 25 лет назад для своей любимой Лаймы. В середине 80-х звезда Лаймы в Айкуле только взошла. После этого выступления её будут называть самой стильной, самой сексуальной и самой западной певицей в Советском Союзе. По тем временам это была какая-то Америка, другой век. Её всегда окружают мужчины, певцы, композиторы, музыканты и просто друзья. И лишь один мужчина, самый дорогой, будет находиться в тени. А это Андрей, правильно? Да. Ваш супруг. Я не замужем. Личную жизнь Лайма всегда старалась скрывать, даже от своих друзей. И никогда не просила о помощи. Я узнал только потом, когда уже всё благополучно кончилось. И только маэстро всё видел и понимал. А помочь я не мог никак. Потому что я буду эти фальшивые фразы только говорить, что я очень переживаю. И пока Раймонд Паулс говорил о ней, вошла сама Лайма. Раймонд! Какие гадости! И маэстро тут же начал импровизировать. Мы шутим. А это всё покажут на полном серьёзе. Нет, сегодня и шутя, и серьёзно она расскажет о себе сама. Самая необычная, дерзкая, стильная и непредсказуемая Лайма Вайкуле. На Йомосе главной улицы Юрмалы с самого утра многолюдно. Ведь сейчас сюда съехались самые богатые и знаменитые. И в толпе можно запросто встретить звезду. Нужно только внимательнее вглядываться в лица. Может быть, и Лайма Вайкуле сейчас гуляет где-то по улице. В Юрмале Лайма не гости. Она поселилась здесь уже очень давно. И каждый местный таксист знает, как найти её белый дом. Вот этот дом, здесь живёт Лайма. Она встречает нас в белоснежной гостиной и становится ясно, почему её так часто называют снежной королевой. Этот дом я проектировал. Вернее, проектировали одни, а потом я всё ломала, а потом заново делали. Он должен быть просто удобным. В своём шикарном саду, где так много цветов, она любит гулять босиком, прислушиваться к шуму воды и разговаривать со своими карпами, которые уже стали ручными. Она заботится о них и о любимом бульдоге Джинджере, уже пенсионере по человеческим меркам. А кто же заботится о самой Лайме? Об этом мужчине она обычно не рассказывает, но сегодня всё же решится. Вы с ним очень много лет вместе. Это не значит, что мы замужем. Что я замужем. Свадебное платье Лайма Вайкуле надевала лишь раз на съёмках своего клипа «Акапулька». Оказалось, это сбежавшая невеста и в жизни. Не захочет идти под венец. Нас ничего не держит вместе. Мы можем разобраться в любой момент. И я считаю, что это прекрасно. Вот мужчина, о котором говорит Лайма. Её Андрей. Он ждёт её у гримерной, а потом идёт позади, чтобы не попасть в объектив телекамеры. Он всегда рядом, ухаживает и оберегает. Они познакомились, когда Лайме было 16. Потом он стал её музыкантом, а недавно в Лас-Вегасе их всё-таки уговорили обменяться кольцами. Это как была шутка. На этом меня толкнули мои друзья. Им хотелось повеселиться. В этом, кажется, вся Лайма. Условности не признаёт и веселиться умеет. И никогда не знаешь заранее, как она отреагирует на неудобный вопрос. Я вас сейчас задушу. Вот это можно снимать. Останутся синие пятна. Да, да, да. Меня душила сама Лайма Вайкуле. Какая она, непредсказуемая Лайма, хорошо знает её маэстро. Раймонд Паул вспомнит её 15-летней. Совсем недолго Лайма выступала в его ансамбле. А уже через несколько лет он увидел её на сцене ночного варьете. Танцевала, пела и всё. И по стилю меняла костюмы. И вот это было очень что-то свежее. На берегу Рижского залива и что сейчас не напоминает Аюрес Ферли, в переводе с латышского «морской жемчужине». Легендарном в советские времена ресторане. Здесь отдыхали иностранцы, члены ЦК, золотая молодёжь. Лёгкой джазовой походкой сюда когда-то поднималась Лайма Вайкуле. Но тогда её ещё никто не знал. Лайме было всего 18. И здесь она устроила своё первое шоу. Но теперь от «Морской жемчужины» остались одни развалины. В начале 80-х Борис Моисеев тоже попал в это знаменитое варьете и увидел шоу Лаймы Вайкуле. Сегодня он идёт к ней с цветами и вспоминает, как это было в первый раз. Я зашёл в гримёрку к ней и сказал, Лайма, вы мне так нравитесь, она, а ты мне тоже очень нравишься. Потому что ты такой весёлый парень. И сейчас, похоже, этот весёлый парень сделает сенсационное признание. Ещё вам хочу сказать, что Лайма не говорит. Потом Боря всё-таки скажет по секрету всему свету, что якобы Лайма ждёт ребёнка. И эта новость тут же появится в интернете. Но сейчас при Лайме он не решается сочинять сенсации. Я ей когда-то очень сильно признался любви. И она меня отвергла. И всё из-за этого. Всё из-за этого. Ужас, я буду просто не чувствовать себя виновной. Кто и в чём виноват, это уже другая история. Но ту первую встречу в ночном Борите они уж точно никогда не забудут. Это было 150 лет тому назад. Я была такой же юная 300 лет тому назад. Посмотреть на шоу Лаймы Вайкуле Раймонд Паулус тогда приводил даже Аллу Пугачёву. Бывали Илья Резник и Валерий Леонтьев. Лаймой восхищались все. Но со временем она всё чаще говорила, что больше не может здесь петь. У меня уже что-то надоело. Это дым, это выпивки беспробивные. Раймонд сказал, пора вам с Лаймой сделать дуэт. И надо ей уже быть на центральном телевидении. Хватит уже сидеть тут. И вскоре после этого разговора вся страна вслед за ними запоёт Вернисаж. Ах, Вернисаж, Ах, Вернисаж! Какой подряд, какой пейзаж! А сама Лайма больше никогда не вернётся в ночное Борите. Ах, Вернисаж, мучитель наш, вы не одна, какой пассаж! И вы вдвоём, но не со мною. На Вернисаж Илья Резник сегодня приходит один. И в первом же портрете видит своё отражение. Когда поэт познакомился с Лаймой, его ещё не писали маслом, но уже узнавали на улицах. Вместе с Раймондом Паусом Резник сочинял песни для самой Примадонны. И знаменитый Вернисаж тоже, наверное, подарил бы Пугачёвой. А потом у нас с Аллочкой произошла такая небольшая размолвка. Я говорю, Раймонд, ну что же у нас такая пауза? Давай сделаем новую звезду. Потом Резник сочнит ещё 15 песен. Подарит Лайме смешного Чарли. Чарли, Чарли, смешная чудо. И скрипача на крыше. Скрипач на крыше, струн печальный плач. Но кое-что Резник всё-таки очень долго не сможет ей простить. А так она в течение многих лет говорила «Мы с Раймондом, мы с Раймондом». Сыграй, сыграй же, пианист. Как я любила и теряла. Они были на виду, я сидел сбоку за столиком. И лишь спустя много лет Вайкуле наконец скажет то, что Резник всегда надеялся услышать. Я думаю, что мы ещё очень много вместе сделаем, Илья. Ещё не вечер, правда же? Маэстро теперь тоже пишет всё реже, и с Лаймой видится уже не так часто. Вот она зашла навестить гримёрку. Вслед за ней входит её Андрей. Про твою скупость. Всё, сказал. Про мою скупость. То, что Маэстро шутит, сразу не догадаешься. Только Лайма уже привыкла. Лайма, знаете, мне надоело уже так жить. Буду каждый день сейчас выпивать. Ну, хорошо, я тоже начну. Да вот, вот будет компашка. Только я скоро помру. Да ладно. Если будем выпивать, всё будет хорошо. То, что она никогда не пила, а недавно даже бросила курить, Раймонд тоже знает. И даже если он никогда больше ничего для неё не напишет, он всё равно останется её ироничным Маэстро. Когда тебе 20 лет, ты так воспринимаешь, а когда ты видишься, всё иначе. Правда, Раймонд? А когда 75, уже ни хрена не помнишь. Валерию Леонтьеву тоже есть что вспомнить. Со дня знакомства и до сих пор Лайма не перестаёт его удивлять. Приезжаю на площадку, спрашиваю, кто сегодня в сборнике. Ну, там, Лайма, ага, Лайма, что же сегодня она соорудить на голове? За советом к Вайкуле приходили и тогда, и сейчас. Вот Филипп Киркоров вспоминает первую встречу. Я до сих пор советуюсь иногда перед выступлениями, когда засекаю момент, Лайма, что одеть, как ты думаешь, какой пояс, какой ремешок, какая бабочка, что она говорит, стереть, да, стереть. Всему от умения одеваться и до лёгкой джазовой походки певица училась сама. Она родилась в простой семье, мама работала в магазине, отец был рабочим. Лайма рано начала петь и ходить по подиуму. В 11 лет, я помню, меня нарядили, и я пошла. Вот, дом модели Рижский. Но всё это казалось ей временным. Мало кто знает, что Лайма тогда хотела заниматься совсем другим. За несколько лет до вернисажа Лайма Вайкуле планировала своё будущее совсем в другом интерьере. Она поступила в медицинское училище и, чтобы набраться практики, работала медсестрой на скорой. И, возможно, тем, кому она делала уколы, давала таблетки, она потом будет раздавать автографы. Потом она всё-таки выберет музыку. Но о том времени, когда она была в белом халате, Лайма никогда не будет жалеть. Мне это очень нравилось, это было очень интересно. Я хотел быть хирургом. Мне так далеко до этого было. В 91-м, когда она уже станет знаменитой певицей, срочная помощь врачей понадобится ей самой. Заболевания все эти онкологические, это эпидемия. И это очень страшно. У неё тогда обнаружили рак. И то, что Лайма пережила, ей уже ни за что не забыть. Да, знаете, как в медицине есть такое выражение, что сначала больной боится, потом злится, а потом сдаётся. Но тогда она никому не говорила об этом. Может, ей не хотелось, чтобы её жалели? Я возблагодарил Бога, что всё обошлось. И дай ей Бог сотню лет доброго здоровья. Тогда, вспоминает Лайма, для неё всё изменилось. И она сама тоже стала другой. В один прекрасный момент я поняла, что мне нужна Библия. Она просто нужна мне. И теперь, когда болезнь отступила, она уже не сомневается, что случайных чудес не бывает. Вот если вам повезло, и вам не пришлось сдаваться, это не потому, что вы такой сильный, и вы не сдались. А это потому, что судьба так распределилась, и вам ещё кое-что надо о себе узнать. Когда Лайма готовит новое шоу, весь остальной мир, кажется, перестаёт для неё существовать. Андрей старается быть рядом, а когда они возвращаются домой, их встречает любимый Джинджер. Для Лаймы собаки её слабость и её радость. Есть и ещё одно очень важное для неё место, куда Лайма часто приходит одна. Здесь, на окраине Юрмалы, кладбище домашних животных. Здесь те, кого Лайма действительно очень любила. Там написано, кто здесь похоронен. Пуговкин, Фейри, вся наша семья собачья. И сейчас из этой большой собачьей семьи у неё остался только бульдог Джинджер. За смерть первой любимой собаки Кэнди Лайма до сих пор не может себя простить. Когда Кэнди стала вдруг агрессивной и укусила маму Лаймы, она разрешила родным усыпить собаку. Это такая была настоящая моя собака. Настоящий друг, как ребёнок просто. Да, это был настоящий друг. В ней столько любви, которую она дарит животным. Для неё они как дети, как родные дети, которых у Лаймы никогда не было. Это действительно очень личные вопросы. Они обычно не говорят и не отвечают. Если их нет, то, может, они ещё будут, я же ещё жива. Она очень многое пережила и всего в своей жизни добивалась сама. Какая она, Лайма Вайкули, сдержанная и весёлая, сильная и ранимая, непредсказуемая и неповторимая. Всегда разная. И кажется, она никогда не перестанет удивлять своими нарядами, своим шоу и новыми песнями. В этом вся её жизнь. И ещё не вечер. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова